Излучения вокруг этого контейнера нет. Хотя там очень радиоактивное вещество. Это йод-125. Радиоактивный изотоп с помощью уколов ведут в больной орган, создав оболочку точно вокруг раковой опухоли. Через 60 дней чудо-препарат распадется, даже не повредив соседние ткани. За счет такого очень короткого периода полураспада и мощной дозы излучения удается в короткие сроки уничтожить опухоль и тем самым предотвратить, ограничить пациента от лучевых осложнений. Мы смотрим давление вакуумное, то есть смотрим, вот у нас так называемая тяжелая вода. А в этом устройстве из изотопа кислорода синтезирует фтор. Он поможет в диагностике онкозаболеваний. В лаборатории в препарат добавят глюкозу. Она как маркер обозначит раковые клетки. Мы можем четко сказать, в каком органе это находится, и тогда уже описать его размеры и, соответственно, сделать диагностические выводы, которые могут повлиять на качество жизни человека, на выбор методики лечения. Кстати, компьютерная томография появилась тоже благодаря излучению, только уже рентгеновскому. Врач видит ткани организма послойно, и диагностика получается очень точная. Вот мы выявили очаг размером 3 мм. Понятно, что с помощью рентгенографии или флюорографии такой очаг мы не найдем. Примерно такую же дозу облучения пациент получает во время операции рентген-хирургии, хотя врачам приходится защищаться. Особенности этой операционной таковы, что помимо обычной стерильной одежды необходим еще вот такой свинцовый фартук и свинцовый воротник. Это как скафандр у космонавта. Все это обмунирование достаточно тяжелое и весит несколько кило, но зато защищает медиков от воздействия рентгеновских лучей. Суть же самой операции в том, чтобы дойти до поврежденного органа через весь организм по сосудам, а затем лишить опухоль кровоснабжения. Все без разрезов и наркоза. Основная часть закрыт. Вот видите, мелкие сосуды. Вот они, вот они тоненькие. Они дают основное питание, а эти магистрали, они приносят туда кровь. И постепенно, постепенно, конечно, магистрали крупные тоже закрыть надо. Через несколько месяцев опухоль попросту рассосется. Метод эффективен в гинекологии, кардиологии, неврологии и даже прионевризмах головного мозга, от которых раньше умирал каждый второй. Минуя трепанацию, то есть у нас нет большой травмы операционной, нет нарушения целостности костного черепа, нет разрезов на голове. Соответственно, результат таких операций. Тот самый случай, когда лучевая энергия уже не вредит, а служит людям. Юлия Сауляк, Алексей Красный, Тюменское время.